Друзья, добрый вечер! Он на самом деле добрый, я поздравляю. У нас сегодня двойной праздник, я хочу сказать. Первая часть этого праздника уже случилась, состоялась. Мы все поздравляем нашу сборную с победой в чемпионате мира. И вторая часть этого праздника, как в чате уже кто-то написал, вишенка на торте, это Андрей Ваджра. Андрей, добрый вечер! Андрей Ваджра, кто не знает, напоминаю, это главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива». Ну, наконец-то мы с вами смогли связаться, потому что сколько раз я просила, вы заняты-заняты, и поэтому это на самом деле праздник. К сожалению, так вот, жизнь складывается достаточно непросто. К сожалению, когда и сработает, всегда хорошо. Ну, это да. Андрей, ну, не хотелось бы, конечно, сегодня о грустном, но придется про Украину все равно говорить, никуда ты от этого не денешься. Вот, и давайте начнем. Хочу вот с чего начать и спросить ваше мнение. По совсем свежей социологии 76% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, при этом 13% уверены в обратном, остальные не определились. Так вот, реально, как мы видим, противостоят только единицы. И наверняка вы видели замечательного мужчину из Днепропетровска, который там защищал Георгиевскую ленту, его поддержала всего лишь одна женщина, то есть из дома больше никто не вышел. И вчера буквально я поразговаривала с одним киевским журналистом, я задавала этот же вопрос, собственно, да, и почему нету, я не говорю протестов, да, хоть какого-то сопротивления, почему нет антивоенных настроений. И он мне на это ответил, что есть Донбасс, есть какая-то другая Украина, где стараются вообще не говорить на тему войны, потому что это не патриотично. Вы понимаете, почему так происходит? Почему нет? Есть митинги в защиту там запретов ВКонтакте, почему выходят шахтеры и афганцы, а антивоенных митингов нет? Ну, по большому счету, это война на Донбассе, она же основное массовое население никаким образом не цепляет. То есть война сама по себе, в общем-то, жизнь 99% украинских граждан, она совершенно как бы не пересекается с этой войной. Поэтому для них война это по телевизору, в выступлениях президента, который там все обещает кого-то победить. А для основной массы, ну что, ну война, ну где-то там война. Бомбы-то на голову им не падают, не падают. В общем-то, тех, кого там убивают, ну убивают, ну и что? Это какое-то такое, ну, массовое выявление, скажем так, огромного количества гробов на Украину не идет, не идет. Ну убили там, допустим, там пару человек в день. Это же принципиально-то не сказывается ни на что, это никого не цепляет. Тех, кого цепляет, их слишком мало получается, понимаете? Вот это с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, ну людям-то на все наплевать. Обывателю, украинскому тем более, обывателю, про которого анекдотов насочиняли ого-го сколько, да, про мою хату с края, которая... Вот, ему, в общем-то, глубоко наплевать. Ну убивают там, ну не его же убивают. Вот, не он же умирает. Вот, поэтому и третий момент. Страх. Страх. В стране террор. Это можно признавать, можно не признавать, но люди живут по поясу мужества, да, скажем так. Вот, поэтому, ну, преодолеть страх может не каждый, тем более не каждый обыватель. Тем более, когда мотивы такого, в принципе, прямого нету, непосредственного. Вот, поэтому, ну, война и война. По большому счету, украинские граждане больше волнуют какие-то финансовые, экономические проблемы в стране, которые их непосредственно касаются. А там Донбасс, ну, Донбасс, ну и что. А там Сирию еще убивают кого-то, ну и что. Так это же прямая зависимость экономическая. Какой громадный военный бюджет на Украине, если бы войны не было, эти бы деньги пошли. Вы хотите, чтобы они такие вот уже делали глубокие какие-то выводы и пытались анализировать, что события, происходящие, допустим, на том же Донбассе, непосредственно влияют на их корма личный. Но вы слишком много хотите от украинского обывателя. Когда нету вот этого вот непосредственно, когда он не видит вот эту вот взаимосвязь, да. Вот вот самый простой вариант, если он, допустим, вот вышел, а его там возле подъезда ограбили. Понятно, тебя ограбили, то есть, ну, все очевидно, да. Или, допустим, там за коммуналку подняли расценки. Ну, вроде тоже понятно, что тебя грабят. А вот эти вот сложные закономерности, что там война, допустим, да, которая бьет по его карману. Или, допустим, при власти вот этот вот Петр Порошенко с его комарилией, которые по большому счету тоже, в общем-то, грабят население. То есть, это причины того, в общем-то, в каком... Того, что происходит сейчас со страной. Но для того, чтобы понимать вот эти причинно-следственные связи, тут нужны как минимум мозги такие, более-менее, да. А основная масса, она что? Она что-то не анализирует. Она что не пытается... Украинцы в основной своей массе не пытаются разобраться в происходящем. Вот вы сказали статистика, да, что там основная масса считает, что страна идет неправильно. Да, основная масса считает, что страна идет неправильно, потому что в стране руина. Это очевидно, что что-то пошло не так. Это очевидно. Но кто задумывается о причинах? Да никто не задумывается. Простой обыватель, он никогда о причинах не задумывается. В принципе, никогда не задумывается. Поэтому ждать от него какого-то сочувствия, какого-то понимания, ну, по меньшей мере, это наивно. Ну, в общем, это надолго. Это неисправимо. В этом состоянии, в котором сейчас Украина находится, это может длиться на своем простом бытовом уровне личном, да, простые украинские граждане. Вот максимум, что они могут сделать, это прийти к выводу, что пора валить. Либо на заработки, либо вообще. Как правило, те, которые сидят очень долго на заработках, понимают, что, в принципе, надо подтягивать к себе семью, потому что смысл возвращаться, если там только ухудшается ситуация постоянная. Непрерывно, месяц за месяцем, год за годом только становится хуже. Значит, надо подтягивать семью. Но это же не результат какого-то анализа, какой-то попытки понять, да. Это просто на уровне стимул-реакция. Вот в семье хочется кушать, папа поехал на заработки. Там он заработал деньги, прислал семье, приехал, рассказал, как хорошо там, где он работает. Ну, неважно, где, да. Вот, ну, вы понимаете, что прежде всего имеется в виду Россия. Вот, и, ну, а что делать? Здесь вариантов нет, все закрыто, все глухо, то есть вариантов никаких нет. Значит, надо думать о том, как перебраться там, где можно жить и выживать. Вот и все. Но здесь нет, опять-таки, здесь нет каких-то рефлексий, здесь нет попытки понять происходящее вообще. Это, ожидать этого, ну, не имеет смысла. Вот просто люди будут на уровне рефлексов просто спасать себя и семьи, и что, собственно говоря, уже и происходит. Я сразу хочу, здесь поступил вопрос от Ирины Кисовой. Она уже неоднократно пишет, ну, подобный вопрос задает. Хочу вас спросить, вам она задает. Война бы могла закончиться давно после всех котлов. Почему и кто со стороны России заблокировал процесс? Ну, этот человек обвиняет Россию в том, что война идет на Украину, на Донбеке. У меня вторичный вопрос. А что она подразумевает по завершениям войны? Взятие Киева. Ну, вы представляете себе ситуацию, да? То есть... А что потом с этой территории делать? Вот представьте, да, допустим, там, ну, предположим, у ополчения хватает сил дойти до Киева. Или она рассчитывает, как бы, на то, что Россия в армию ведет свою. Здесь же, опять-таки, здесь люди особо не рефлексируют. Вот нам плохо, спасите нас. Все. И больше ничего. Вот война, давайте дойдем там до Львова. Ну, а потом возникает вопрос, а что потом? Победить, по большому счету, действительно, вот если российская армия этим займется решением вопроса, то победить это не проблема. Проблема, что потом будет с той территорией. Поэтому и война, ну, для Украины, для нынешнего политического режима, эта война выгодна, это гигантская кормушка. То есть эта война кормит, поет, обувает, дает капиталы в западных банках и так далее. Это гигантская кормушка. Для России, вы же понимаете, что не все так просто. Ну, не все, не любое действие может совершить Россия. Тем более, что, ну, представьте, а российская армия зашла на территорию Украины. Какой визг, какая истерика была бы по этому поводу. То есть, ну, зачем, для чего? То есть у России, вы же поймите, у России своих проблем выше крыши. При всех успехах, при всем, что сейчас, при всех удачах и так далее, у нее достаточно проблем хватает. А тут еще, ну, как минимум, миллионов 30. И что с этими миллионами? Причем, значительная часть которых сведена с ума. То есть там вообще непонятно, что у них в голове. И это все надо будет разгребать кому? России, а зачем? Это гигантские проблемы. Тут, в общем-то, небольшой Крым, да? И то, в общем-то, он тянет достаточно значительные ресурсы. И создает значительные проблемы для всей России. Это такое вот... А теперь представьте, целая Украина. Причем, в которой живет значительная часть населения, которая просто ненавидит русских и Россию. То есть, и что с ними делать? Оккупанты. Я могу перечислять, вот, то есть, для женщины, которая там сидит на кухне, сейчас нас смотрит, для нее все предельно просто. Ей плохо, и кто-то должен прийти и спасти. Желательно, чтобы пришла там российская армия и всех освободила. И она не задумывается о том, что какие проблемы будут для той же России в связи с вот всеми этими вещами. Это украинская власть, в принципе, она, вот как женщина на кухне, она совершает какие-то поступки серьезные и даже не пытается там просчитать на несколько шагов вперед последствия этих поступков. И то, что мы видим, в общем-то, сейчас происходящее с Украиной, это как раз результат вот такой вот политики, абсолютно необдуманной, совершенно необдуманной. То есть, они просто непрерывно стреляют там в себя в ногу, и все, и все довольны. Поэтому, это вопрос абсолютно риторический. Почему? А почему? На Украине нет гражданская война. Почему? Ну, армия ДНР, она не настолько сильна, чтобы взять под контроль, предположим, всю территорию Украины. Как вы себе представляете? Ну, допустим, там 30 тысяч бойцов. Это не те силы, которые могут контролировать такую огромную территорию, как Украина. Еще удерживать границы надо? Держивать границы, наводить внутри порядок, потому что, ну, это же вы, представьте, это сколько сейчас шизанутых, которым голову набегли, свиливать за эти последние три с лишним года. Это же надо и внутри, это и многих просто, извините, брать за яйца. Не в прямом, а в переносном смысле этого слова. Проблемы колоссальные. И за эти три года эти проблемы настолько стали глубокими и широкими, они напоминают могилу, темную и сырую. И кто захочет в эту могилу сейчас влезть? Ну, Андрей, вы же наверняка слышали, с одной стороны Украины мы агрессоры, с другой стороны, другая сторона, которая, казалось бы, наша, они обвиняют теперь уже, что Россия не помогает. Я понимаю усталость людей, и что пятый год война, люди все устали, но при этом винят Россию, вот, собственно, это прозвучало в этом вопросе, что почитают Россию, и Россию обвиняют теперь. Вы не поверите, я слышала, когда мне задавали вопрос, почему сдали Мариуполь, обвиняют Россию в этом, что это Россия способствовала. Ну и подобные. Тут парадоксальная ситуация, потому что действительно, условно, население Украины можно разделить на две категории. Первая категория обвиняет Россию в том, что она ввела войска, а вторая категория обвиняет в том, что она не ввела войска. И при любом раскладе для кого-то Россия все равно будет плохая. Вот в чем проблема. Тут вопрос, опять-таки возникает вопрос, а надо ли это Россия на данный момент? То есть в отдаленной перспективе стратегической, безусловно, Безусловно, Украина это очень важный и нужный, скажем так, объект для России. Но это речь идет о перспективе, а не сегодня, сегодня на сейчас. Понимаете, в чем дело? И опять-таки я же говорю, ну, действительно, здесь, как бы Россия не поступила, она все равно для кого-то будет в чем-то виноватой, для кого-то будет в чем-то неправой и так далее, и так далее. Поэтому, ну, друзья мои, ну, вы же поймите, что, ну, я уже опять-таки об этом говорил, что все происходящее на Украине сейчас нельзя свести только к какому-то там одному виноватому. Вот там националисты виноваты, или вот, допустим, там Америка виновата, или, допустим, нынешний режим Порошенко политически виноват. Да там все виноваты. В общем-то, ну, Украина в комплексе создавала ту ситуацию, к которой она сейчас пришла. И те, которые против нацистов украинских, и те, которые против Порошенко и нынешнего политического режима, они тоже подбрасывали, да, дрова в тот огонь, который сейчас пожирает Украину. Это просто отдельный долгий разговор, как бы, ну, это, знаете, это как вот сравнивать с семейными отношениями. Вот муж виноват из-за того, что не владят соотношения, а вот жена виновата. А на самом деле отношения создаются двумя людьми. Абои, да, о, они, как бы, ну, не бывает так, что только один человек. В данной ситуации то, что произошло с Украиной, а, в общем-то, все граждане, которые жили и живут сейчас на Украине, они виноваты в этом. Ну, если скажем так, не виноваты, они приложили руку. Кто-то деятельно, кто-то, наоборот, своей бездеятельностью. Вот, ну, в общем-то, ну, каждый причастен к происходящему. Но при этом, парадоксально получается, что как те, так и другие, так и третьи, почему-то для них виновата во всем, получается, Россия. Вот, вот парадокс. Формально Россия это абсолютно, как бы, чужое государство. Почти 30 лет, да, Украина жила, и, в принципе, как бы, ну, ничего бы я не... И, главное, я не видел, чтобы кто-то плакал сильно по... Потому что разорван народ, да, разорвано там единое пространство. И по поводу того, что русофобия, она же не в 14-м году появилась, эта русофобия. Она же была всегда на протяжении всей независимости. Кто-то это, кого-то это сильно волновало. Из тех, которые сейчас, допустим, кричат, что вот Россия не пришла и не помогла. Да не волновало никого. Абсолютно. А москаляку-нагеляку, они все время кричат непрерывно. Поэтому, ну, друзья мои, давайте будем реалистами. Я, опять-таки, вы меня поймите правильно, я не призываю к тому, чтобы взять все, бросить, отстраниться, выкопать рвов, запустить туда крокодилов, вот, и наблюдать за происходящим на Украине. Нет, я не призываю к этому. Но я могу четко и конкретно сказать, зная, допустим, то, как себя ведет, какую политику, допустим, проводит Москва, но не полезет она в какие-то авантюры. То есть задача возвращения своих территорий, исконно-русских территорий, она, безусловно, остается. Но в данном случае надо набраться терпения и ждать. Это игра долгая, это игра в долгую, это длинные стратегии. Это не на завтра, не на сегодня и не на послезавтра. Поэтому тот, кто хочет, чтобы вот завтра уже приехали танки, он, ну, это наивно. И даже немножко глуповато. Ну, да, здесь вот комментируют ваши слова и говорят, знаете, что пишут? Андрей так говорит о вине простых украинцев, адекватных, будто они могли что-то сделать или были другие варианты? Было время, когда могли. В то время, допустим, когда я пытался партию создать русскую, могли сделать. Очень много могли сделать. Но всем было, в принципе, все пофиг. Ну, нормально жили так бы, все хорошо было. Ну, подумаешь там... То есть было время, когда можно было много чего сделать. Очень много. Но все дружно бежали, голосовали за регионалов. То ли за регионалов, передадим за коммунистов, там еще за бог знает кого. Сама идея объединения Украины и России, сама идея того, что, в принципе, мы, русские, и так называемые украинцы, это по сути одно и то же. Это разделенный народ, единый разделенный народ. Она никогда в основной массе никого не волновала. То есть тех людей, кого это волновало, было всегда очень мало на Украине. Многие ориентировались на то, что, а, ну вот, работа есть, значит, поесть можно, там, дом есть, газ есть, горячая вода есть. Ну и слава богу, будем жить. Какие там... Кому эти идеи нужны, идеалы, принципы? А зачем? Идеалы, идеи, принципы менялись на доля. Ну так это результат. Вы поймите, я никого не обвиняю ни в чем. Вот в данном случае я просто констатирую факт, что вот та ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, она создана всеми коллективно, независимо от политических предпочтений. Она создана всеми дружно-коллективно. Она создавалась это десятилетиями ситуации. К этому все шло. Когда я начал писать и говорить о происходящем, когда первые статьи цикла «Распад» пошли, цикл называется «Распад», я описывал ситуацию разрушения страны. С 2005 года я говорил, друзья мои, если мы что-то не будем делать, если мы не остановим запущенные на украинской территории процессы, все закончится крайне и крайне плохо. К этому все шло. И я об этом писал и говорил 10 лет. В течение 10 лет. Периодически пытаясь на практическом плане хоть как-то организовать людей. И что? Никому не надо ничего было. Я понимаю, что пропаганда работала западная, я понимаю, что бабки шли очень большие, гранты там и так далее, на все вот ту шоблу продажную, сволочную, на которой она сейчас обсела все, телевидение и так далее. Я все это прекрасно понимаю. Но если люди не будут сами создавать свою страну, если люди сами не будут думать о каких-то общих коллективных интересах и их отстаивать, то свои личные интересы они не смогут отстоять в принципе. Вот сейчас ситуация как раз об этом и говорит. Что да, сейчас каждый спасаться может лишь индивидуально. Общего алгоритма для всех спасения уже не существует. Правильно. Потому что в стране террор, потому что власть захвачена. Ну скажем так, ну а это оккупационная власть, потому что они делают, страна в состоянии оккупации пребывает. Население запуганное, деморализованное. Тот, кто может бежать, бежит. Кто не может, на что-то надеется. Но еще раз повторю, и опять-таки я никого не обвиняю в ничем. Вот вы знаете, это как вот к врачу приходят, да, к пациенту. Он говорит, у вас там, допустим, вот такая-то болезнь. Диагноз ставить. Ну да, то есть, ну диагноз, да. То есть можно, конечно, за это там возненавидеть врача. Вы знаете, как вот с моими видео. То есть я беру просто, как бы, ну рассказываю, я беру определенную какую-то тему и излагаю факты по ней. Вот. А мои, значит, шу-шу мерзкие соплеменники начинают, значит, там, крыть меня матом в комментариях, исходить с желчью, там, ненавистью, там, рвать свои пуканы израненные и так далее. Чего? Я рассказываю просто факты. Я ж... Не, ничего более. То есть у них даже до этого не хватает мозгов, чтобы остановиться и подумать, ага, а действительно, а ведь оно же вот так вот. А почему оно вот так вот? А может, что-то мы неправильно делаем? А может, мы что-то неправильно делали? А может, мы что-то неправильно понимаем? Андрей, так если до сих пор обвиняют, что Россия виновата в произошедшем на Украине, то Россия неправильно вела себя на Украине. О чем тогда говорить? До сих пор не понимают. Вот в чате пишут, это же Россия виновата. Да. Что это олигарх украинский. Вот кормила бы Россия дальше Украину, и все были бы счастливы. Вот сейчас она не захотела кормить, она виновата. А почему? А почему это вы не хотите свой газ через нашу территорию угнать? А почему вы не хотите нам дешевый газ продавать? А почему вы наши продукты там не хотите покупать, да? Товары, которые мы производим. А вы обязаны это делать. А почему обязаны? То есть, мы будем вас давно поливать, прошу прощения. А вы будете делать то, что нам выгодно. Друзья мои, но это же какой-то полный маразм. То есть, если действительно вот в ту сторону, на восточной границе, у вас там какие-то враги гибридные сидят, которые вам... Ну так действительно, копайте ров, подгораживайтесь, если во всем Россия виновата, значит, забудьте о ней. В 2014 году я однозначно говорил, причем говорил именно людям, у которых только была эйфория, что оставьте Донбасс. Ни в коем случае не вводите на территорию Донбасса войска. Оставьте его. Оставьте Донецкую, Луганскую область. Не трогайте их. Забудьте о них. И ничего бы не... Не потому что там вот... Давайте будем разбавлять... А потому что вы вязнете в эту вот боягу кровавую и по большому счету уничтожите собственную страну. Это был 2014 год. На меня смотрели так, ну, есть у меня знакомые, которые, в общем-то, во властных кругах. Они так на меня смотрели, ну, типа, говори-говори. Ну, хорошо. Вот результат. То есть, некого... Когда, допустим, вот ко мне приходит какой-то знакомый и говорит, а вот тот виноват, а этот виноват, потому что мне так все плохо. Да, в принципе-то человек сам создает свою жизнь, свою судьбу. И по большому счету, и вот если сесть и анализировать поступки людей, то в любом случае неизбежно придешь к выводу, что ты создал ту ситуацию, которая тебя сейчас там, допустим, разрушает, угнетает, доставляет какие-то беды и так далее. Ты сам, никто другой. Ты сам, и только ты сам. Я же помню эту ситуацию, 14-й год, то есть 13-й год, когда это все только закручивалось. Я смотрел на это все с ужасом. У меня только одна мысль была, господи, а я-то тут при чем? Ну ладно, эти дебилы рушат все. Я тут при чем? Почему я из этих дебилов? Ну, и что? Ну, в конце концов, ну что, пришлось собрать монатки и уехать. Ну, а что делать? Олег из Ялты спрашивает вас, сколько лет нужно и этапов для того, чтобы Украина вернулась в орбиту России? Какие это этапы? А кто сказал, что она вообще должна... Почему? Вы понимаете, вот здесь опять действуют привычные какие-то стереотипы. Я вам скажу, я это говорил, писал, и не единожды, и повторю сейчас еще раз. Если вы думаете, что Украину можно привести в какое-то хорошее состояние, вернуть ее там под зону влияния России, создать дружественную Украину, это там есть некоторые товарищи в эмиграции в московской, они там создают это, правильных украинцев партии создают и все остальное, типа создают. Они думают, что он возможно... Если кто-то думает, что возможно хорошая Украина, то он просто, ну, он идиот. Повторю еще раз, как бы, ну, и слушателю из Ялты, и всем остальным, что пока существует то, что мы называем сейчас Украиной, пока это существует, ничего хорошего не будет с этой территорией. территорией. Это то, что мы называем Украина, это проклятие этой территории. Поэтому единственный выход из вот этой ситуации, в которой сейчас находится украинская территория, это ликвидация проекта Украина. Причем так, под корень, полностью, до основания все, что угодно, но только не Украина. если Украина будет дальше существовать, это будет кровь, это будет разруха, это будет психоз, со всеми вытекающими из этого. Вы посмотрите динамику вымирания населения, вы посмотрите динамику миграции с территории Украины. Так бегут только из зоны отчуждения, где все живое обречено умереть. С такой интенсивностью бегства это только бегут из зон катастрофы, а некоторые товарищи сидят и будут давать, а давайте мы эту катастрофу сделаем более комфортной, что ли. Давайте каждого будем хоронить с оркестром, например. Тогда будет веселее, как-то интереснее будет. Или там допустим поминки будем за государственный счет. Будем закапывать людей, но зато погуляем на поминках. Понимаете, вот это предлагают, давайте мы сохраним Украину. А зачем ее сохранять? На этой территории всегда было нормально, только когда не было Украины. Ну почитайте историю. Когда вот эта территория была составной исконной частью России, все было хорошо. Как только эта территория оказывалась в каком-то свободном плавании, там же было несколько незалежностей, Возьмите допустим тут уже Казачьину, которая там после Богдана Хмельницкого. Это же был дикий ужас, что там творилось. Весь правый берег украинской территории, он был безлюдный. Буквально за десятилетия либо люди умерли, либо были убиты, либо угнаны в рабство, либо бежали на левый берег под русского царя, либо в Польшу, под польского короля. Возьмите допустим в 17-18 что там творилось, когда несколько лет существовала так называемая независимая Украина. Скажите, что там было. И что там в конечном итоге там руины от них были. Выжженная земла, хаос и толпы дебилов вооруженных, которые сейчас наблюдают. И вот теперь возьмите вот эту эпоху, условно говоря, третья независимость. Как сколько приходит вот эта Украина так называемая, так начинается смерть, разруха, кровь, психоз, всевозможные, я не знаю, как бы, возможно и невозможные человеческие извращения во всех немыслимых формах и так далее. Поэтому я повторяю еще раз. Тот думает, что надо что-то изменить в этом проекте и тогда все наладится. Он очень ошибается. Этот проект надо не изменять, этот проект надо закрывать раз и навсегда. Только тогда что-то будет хорошее. Андрей, а вот есть кто-то на Украине, в сегодняшней Украине, кто согласен с вашими взглядами, что проект Украина нужно закрывать? Кто-то вы имеете ввиду кто? Про простые граждане? Ну нет, не простые, но я не знаю, эксперты какие-то. Вы же поймите, вот смотрите, почему я такие вещи сейчас говорю, за которые сейчас меня начнут опять дружно проклинать на наши шумерские соплеменники и так далее. Я это говорю, исходя из интересов целого, из интереса того населения, которое проживает на украинской территории. Я говорю, что если вы хотите жить, дальше, то вот эта вот хрень под названием Украина, она должна быть полностью упразднена. Я не привязан лично своими интересами к тому, что я говорю. Понимаете? То есть мне не дают дивиденды то, что сейчас существует, допустим, это Украина, которая сейчас существует, она не дает мне дивиденды, она только забрала у меня все, что можно было забрать. И то, что, допустим, придет на смену в Украине, оно мне тоже не если вы хотите жить, допустим, вам надо сделать вот это, вот это и вот это. Оно неприятная вещь, непривычная и неприятная. Но если вы хотите жить, это надо сделать. А те товарищи, которые сейчас за новую Украину, за украинских русских и там русских украинских короче, вы понимаете о чем я. Они почему это говорят? Почему они хотят это все сохранить? Да потому что это личный гишет. Вот сейчас вот этих тварей мы уберем, сядем и усадим свои пышные зады в их не кресла и начнется новый распил. Только богло теперь к нам потечет. А как же отказаться от этой территории, которую можно доить? И как отказаться от этого населения, которого можно выкручивать из него все соки? Это же клято Москва за БРР? Как же так? Поэтому естественно, что когда человек, его личные интересы ставят на первое место, такие вещи, как я, он говорить не будет. Ему нужна та территория в любом варианте, любая Украина, какая угодно. Вот этим сейчас нужна Бандеровская Украина. Они на ней подняли хорошие личные состояния. Те, которые сейчас в Москве сидят и мечтают вернуться, они хотят другую Украину, пророссийскую. А почему? А потому что тогда Москва, из Москвы потекут деньги. По крайней так думают. Мы сейчас власти приходим, бежим быстро в Москву и просим поддержку. Мы же друзья, и мы будем с вами дружить. Потому что мы обнищали за эти три года. Нас оторвали от кормушки, а хочется назад. Понимаете, в чем разница? моя позиция, я исхожу из интересов народа, который там сейчас находится, на украинской территории. Те люди, которые вцепились в нацистский вариант Украины, им народ не нужен, им нужна возможность грабить эту территорию. Порошенко ее грабит, все, кто в Верховной Раде сидят, они ее грабят. Вот то быдло, которое ходит по улицам со свастикой, оно тоже грабит. У них меньше просто гешефт, но тоже они этим занимаются. Все вот эти герои АТО, все что связано с войной, это непрерывный процесс разграбления страны. У каждого, у кого-то больше, у кого-то меньше, но они все участвуют в грабеже. Те, которые сидят в Москве и хотят вернуться, сохранив Украину, они хотят тоже этого грабежа для себя. Понимаете, ну как же зарезать курицу, несет золотые яйца. Но эта курица для них несет золотые яйца. А для всех остальных, для 90% населения, которое там еще осталось, она несет смерть, вырождение, разрушение, руину. Вот и все. Поэтому естественно, что я не привязан к этому. Я как странен на это смотрю. Есть проблема, ее можно решить только вот таким образом. А все остальные думают о том, господи, ну когда же я заработаю свой первый миллион, когда я его украду? Надо возвращаться на Украину и за нее бороться. Украина это... они борются как раз именно за вот эту курицу. Я знаю, что они здесь... Вы же посмотрите на вот этих клоунов. Там недавно на 24-ом канале Олейник Ширика. Ну вы посмотрите на его извините рожу. Ну там еще клейма ставить негде, господи. А оно пхнется, оно пхнется, оно хочет быть президентом вот этого чмо колхозного. Оно хочет быть президентом. Я уж не говорю про всех остальных, которые там сейчас тихонько сидят. Куда? Зачем? Для чего? Вы просто почитайте их биографии. Или вот эти вот, которые сейчас повылазят накануне выборов. Оппозиционный блок, который как проститутки обслуживает Порошенко этот режим. И все вот эти вот, которые туда-сюда бегают между Москвой и Киевом. Ну это противно. Лично для меня это противно. Я хотела как раз таки по поводу оппозиции спросить. Сейчас уже виден какой-то тренд, ну мне по крайней мере так кажется, меняется направление ветра, там на 112 канал вдруг жарких, Карназит появился, но говорят, что его купил, 112 Ньюс Медведчук купил, и поэтому там меняется. то есть на самом деле многие начинают понимать, что все равно придется договариваться с Россией. Но на мой взгляд, сейчас провернете или подтвердите, проблема в том, что они между собой не могут договориться. Те же Олейники, не знаю, Лазарова, они здесь грызутся, и то же самое и внутри там на Украине ничего не меняется. Так они смогут вообще вот эта оппозиция какого-то единого кандидата выдвинуть на выбор? Я сомневаюсь крайне. А кого собственно выдвигать? Ну там мойка, на венье. Послушайте, я вас не знаю. То есть они же там вот даже в течение вот этих трех лет которые они же там друг друга перегрызли, перекусали, поссорились и так далее. То есть ну одна часть обслуживает Ахметова, другая часть обслуживает Порошенко. Вот все дружно приспосабливаются и они же они же в парламенте даже более управляемые чем вот эти вот всевозможные там национально-патриотические силы, скажем так. Они же более даже управляемые, они легче и проще прогибаются под существующий режим. И расценки у них более низкие, чем у всех остальных. То есть что меня всегда поражали эти выборы, которые шли чередой на... Вы понимаете, я ни разу ни разу не ходил на выборы на Украине. Ни разу. Потому что почему? Не потому что я вот такой несознательный гражданин был, а потому что это полная чушь. Выборы на Украине ничего никогда не решали, ничего не решат. Это вот это узкое тесная тусовка, в которой непрерывно идет такое, знаете, перемешивание дерьма человеческого. Вот сегодня одно дерьмо наверху, другое внизу. Прошло там определенное количество времени, обычно там 3-4 года проходит, когда народ просто устает от существующей власти. Хоба, перевернулось, всплыло новое дерьмо. Все, вот тебя заживем. Опять 3-4 года, ах, как мы их ненавидим. Опять хоб, перевернулось, всплыло новое дерьмо. А, теперь заживем. И оно все время... Меня поражало, что больше всего, что люди 20 с лишним лет ходят на выборы, выбирают, выбирают, выбирают. Два Майдана. Два Майдана. Хорошо, выбирают. Они уже на Майданы перешли. По сути, два государственных переворота. Один мягкий, другой с кровью. Вот, одно говно заменили на другое. И теперь опять сидят, ждут. Они это вот, последнее, это Порошенковское вот это вот. Теперь не знают, куда девать. А давайте мы его по рейтингам вроде как Тимошенко. Вы что, не знаете, кто такая Тимошенко? Но они побегут за нее голосовать. Да. В надежде, что вот это дерьмо действительно нас спасет. Будет новый курс. Господи, ну вот ты, и вот это заколдованный круг. Я говорю, друзья мои, за рамки этого, он уже даже не заколдованный, а кровавый уже. Это уже кровавый, это не просто уже дерьмо, это уже кровавое дерьмо. Я говорю, друзья мои, если вы не выйдете за рамки вот этого кровавого круга, замкнутого, вы ничего не добьетесь, в принципе. Вы можете каждый год голосовать. Три-четыре раза. Это ничего не изменит. Ваша элита, в принципе, она недееспособна. Эта элита, которую, я просто не буду говорить, что с ней надо делать, чтобы меня не обвинили в том, призывах к насилию и так далее. Это единственное, хотя опять-таки, даже если они вот это сделают с этой элитой, то те люди снизу, которые придут ей на замену, это будет еще хуже. Это вот заколдованный круг, вы понимаете? Что выборы, что перевороты всего этого. Вот сейчас, допустим, теоретически достаточно большая вероятность, что вот этих вот сейчас куда-то денут, и причем не очень хорошая форма. Те, которые вместо них придут, это же еще большие дебилы. Ну вот сейчас вся надежда вот у многих на них. Ну хорошо, вы когда-то надеялись на Порошенко, на вот эту дебилоидную революционную тройку, которая там рвалась к власти в 14-м году. Сейчас победим и все начнется. Здесь же, вы же понимаете, украинцы, они руководствуются не какими-то принципами, не каким-то пониманием решения. Вот есть проблема, и мы знаем, как ее решить. Нужен человек, который способен эту проблему решить? Нет. Вот его много раз показали по телевизору, вот так вот, возьмите этого клоуна Зеленского, который сейчас тоже собрался в президенты. Это клоун. Это клоун, местечковый клоун, да, который долгие годы обслуживал всех, кто только платил деньги хорошие. Сейчас они почему-то решили, да, украинские граждане, что вот этот вот человек, он может действительно быть президентом. Когда-то я просто, ну, юморил, на этот счет, предлагаю им в президенты верку-сердечку. Кстати, верка-сердечка гораздо лучше была, да. Мне кажется, Данилка как минимум в моральном плане гораздо лучше Зеленского. Это да. То есть я не буду обсуждать его мозги как бы и способность быть президентом. Ну, в плане, действительно, как минимум морали, Данилка гораздо выше Зеленского и всех вот этих вот ивцов ртон. Но народ же выбирает не по принципу решения проблемы. Народ выбирает по принципу ОГА. Его много раз показали по телевизору, я его узнаю. Значит, будем за него голосовать. Так, Господи, вам же скоро коня покажут по телевизору много раз. Вы будете его узнавать и потом выберете. Вы были уже президенты, да? Назначали уже коней сенаторами когда-то. Вот что это просто, понимаете, это какая-то какая-то штука фееричная, которая никогда не закончится. Пока, еще раз повторяю, пока вот за рамки вот этого так называемой Украины люди не выйдут, не захотят выйти. Раз и навсегда. Пока этот балаган не прекратится любой ценой. То есть, понимаете, лучше уж как бы ужасный конец, чем ужас без конца. Я думаю, сейчас уже это многие понимают. Что уж лучше тогда ужасный конец. Если этого ужасного конца не будет или у любого конца, вот этот балаган этого. Ну, значит, это рано или поздно там просто будет выжженная земля. Безлюдная и выжженная. К этому все идет. Это уже очевидно даже для идиотов. Понятно. Андрей, я хочу спросить ваше мнение по поводу встречи Трампа с Путиным. Ну, всем известна его фраза последняя по поводу того, что он признает Крым частью России, не исключил. Скажите, как вы считаете, это просто поднята планка для торга или реально может что-то поменяться на этой встрече? Ну, так, вы понимаете, когда возможен торг, то может многое поменяться. Трамп, я об этом писал еще в самом начале, когда Трамп пришел к власти. Я говорил, что это абсолютно прагматичный человек с мозгами бизнесмена. Хитрый, коварный, циничный, жестокий, но он не фанатик. Если перед вами не фанатик, то с ним можно договориться, с ним можно найти точки соприкосновения. Я расцениваю заявление Трампа как, скажем так, призыв к торгу. Вот по поводу Крыма. Как это растет? Я готов признать, что Крым российский. А что вы мне взамен? Для меня это так прозвучало. А что взамен Россия может дать? Тоже же интересно. Где мы можем? В сложившихся ситуациях Россия Трампа может дать многое. Очень многое. Понимаете, здесь же надо смотреть в целом на ситуацию. комплексно смотреть допустим на отношения нынешней Америки с Европой, на отношения нынешней Америки с Китаем. Ближний Восток. С Ближним Востоком. совершенно верно. Ситуацию на Ближнем Востоке. Вы же посмотрите, что так называемый евроатлантический блок, он по сути развалился. Вы же видите, какие отношения сейчас у Трампа с Европой, с той же Меркель и так далее. Там такое ощущение, что конфликт гораздо глубже и шире, чем даже конфликт с Россией. Более того, Трамп, будучи прагматиком, он ищет людей договороспособных, он ищет людей и силы, которые, в принципе, могут быть выгодны, могут быть полезны. В данной ситуации, которая сложилась, но Европа слабая, у Европы нет лидеров, вы посмотрите на этих лидеров европейских, но это же цирк, это же просто цирк. Вы посмотрите, допустим, на ситуацию внутри самого ЕС, а может, эта же структура дышит наладом, там идут конфликты и противоречия понарастающие, но это же все понимают прекрасно, все это видят прекрасно. То есть Евросоюз как таковой, вот, это, ну, это очень большое, недееспособное, слабое и истеричное какое-то такое создание. Для Трампа, ну, ну, что оно, зачем оно? А Россия это противоположность тому, что я только что сказал. С Россией можно получить гешефт, с Россией можно иметь дело, взаимовыгодное дело. вот, ну, идут намеки, ну, безусловно, а с кем еще? То есть, Трамп будет искать те силы, с которыми можно что-то делать. А вы слушали украинские политологи говорят, что будет размен Сирии на Донбасс. Это такой момент вообще. Еще раз, звук поплыл. Да, сейчас. Я говорю, что украинские политологи сейчас активно обсуждают тему, что может дать Россия, ну, то есть, вот эту историю, и активно обсуждают, что будет размен Сирии на Донбасс. То есть, Россия, Трамп предложит России выйти из Сирии взамен на то, что признает Крым и Донбасс. Они в ситуации, я смотрю, очень сильно отстают. Так Россия и так уже войска выводит из Сирии. Вопрос-то, в общем-то, решен уже. Сирийская армия на данный момент достаточно сильна для того, чтобы добить остатки вот этой вот швали международной, которую туда нагнали американцы с европейцами. То есть, Россия уже выводит и так. То есть, поздно по Сирии использовать Сирию как разменную монету уже поздно. Ну, даже если сейчас вся российская контингент уйдет, ну и что дальше? Наоборот, сейчас вот речь идет о том, что Трамп хочет договориться о выводе американских войск оттуда, потому что их там держать уже нет никакого смысла. Ну, все уже, они уже просвестили Сирию. этот вопрос уже, как бы, мы проехали уже по рвозу. Понимаете? Поэтому здесь, здесь, я думаю, что, ну, сложно просто говорить, чего Трамп захочет, реально, что он сможет предложить, чего он захочет. Я могу только сказать одно, что на данный момент ценность Украины близка к нулю, причем она близка к нулю как для России, так и для США. То есть, ну, опять-таки, мои сограждане привели к тому, что все, они думают, что весь мир их хочет. Да, это точно. Возможно, теоретически, когда шла большая игра, там, лет 7 назад, наверное, можно было так рассуждать, но после 14-го года, после всего, что произошло со страной и после того состояния, в котором находится страна, ее уже никто не хочет. Это абуза. Это просто абуза. То есть, я так понимаю, что Трамп, как прагматик, он захочет не ликвид как-то спихнуть. Понимаете? То есть, не ликвид. Как-то от этого избавиться, причем еще за это что-то получить. Ну, он же, повторяю еще раз, он не фанатик, у него, он не зациклен на какой-то там сверхценной идее. Для него, прежде всего, это рациональность и деньги. То есть, если что-то дает деньги, если что-то позволяет улучшить, сделать там в стране, в США. Посмотрите, по большому счету, это многие экономические вопросы он решил для страны, для США. ценой вот той геополитической ситуации, которая сейчас произошла, которую мы наблюдаем, в том числе с американскими союзниками. Но он решил многие вопросы за вот этот небольшой промежуток времени. И рейтинги его растут. Граждане Америки оценили его действия. А что Украина? Ну, что Украина для США? Я когда-то говорил древним шумерам, я говорю, посмотрите, для разнообразия до переворота, посмотрите просто статистику внешней торговли, посмотрите, сколько Украины продает в США и сколько Украины продает в России. И подумайте, какая страна важнее для Украины, США или России. Но эти люди, они немножко подвинуты. Вот возьмите этого гордона. С одной стороны, вроде как и не идиот, до другой стороны, когда начинаешь его слушать вот эти высказывания, но ощущение, что у человека между головой задница. Вот они молятся, они, вот, я понимаю, там 10 лет назад, 20 лет назад, да, они молились на это США, как на США. И вот у них мозгов не хватает понять, что с тех пор ситуация изменилась радикально, кардинально изменилась. США уже не те США, которые были в 1991 году, и не те США, которые были в 2000-м году. Вот эти США, которые сейчас, это совсем другие США. И та же ситуация с Россией. Они оценивают Россию там, чуть ли не 80-ми годами прошлого века. Но той России нету уже давно. В принципе нету. Для этого просто надо взять и приехать в Россию. Посмотри. Это другая страна. Древние шумеры говорят о России, которая не существует. Она существует только в их воспаленном мозгу. И отсюда вот эти глупости. Мы молимся на этого американского идола, который уже давно не идол, скажем так. И мы всеми фибрами души пытаемся ненавидеть Россию. хотя в принципе они ненавидят ту Россию, которая уже не существует давно. Вот парадокс. Отсюда и та странная политика, которая продолжает проводить Киев. При этом я и вы тоже наверняка слышали информацию для Киева это трагедия, если Путин и Трамп смогут прийти к какому-то соглашению. То есть там рассматривают, что Киев ожидает полномасштабный кризис. Почему? Если есть возможность прекратить войну, например. Такое ощущение, что сейчас Украина процветает, все хорошо, но сейчас Трамп с Путиным договорятся и начнется кризис. А сейчас в каком состоянии Украина пребывает? Вы понимаете, наблюдая за происходящим сейчас на Украине, я могу представить себе, что может быть еще хуже. Если только начнется полномасштабная война всех против всех. Но наверное только вот это. То есть что на данный момент может быть это не просто кризис, это просто страна накрыта медным тазом. Договориться Путин с Трампом не договориться, по-моему уже поздно переживать. Уже все уже, уже поезд прошел. То есть та ситуация, в которой находится страна, из нее надо выходить. Наоборот, любая возможность выйти из этой ситуации должна восприниматься как благо. Сдаст Трамп Украину России, да слава Богу, бегите быстрее в церкви, ставьте за это свечки, чтобы Трамп как можно быстрее сдал Украину России. Если вам не нравится происходящее, а статистика говорит о том, что им не нравится происходящее, то бегите в церковь и ставьте свечки, чтобы они договорились о чем-то. Иначе вы будете сидеть в этом дерьме бесконечно долгое время. Тут тоже парадоксальное мышление у людей. Я понимаю правящая верхушка и вот эти проститутки, которые обслуживают эту верхушку. СМИ и все аналитики так называемые и так далее. Я их понимаю, они имеют свой дешевт в этом кровавом хаосе. Ну простое население, которое все глубже и глубже в могилу опускается. Вам-то что уже терять-то? Да вы должны за любой вариант хвататься как за салон. Андрей, есть несколько вопросов. Если хотите, можно отвечать на них уже в формате БЛИЦ. Да, пожалуйста. какие причины не позволяют России принять свой состав ЛДНР? И что мешает это сделать? С Крымом произошло, почему это не может произойти или может произойти с ЛДНР? Это мешает как минимум ситуация международная. Крым в Крыму это все было оформлено в правовом плане. В Крыму находились российские войска. Крым имеет стратегическое значение, военно-стратегическое значение для России. Это на Донбассе отсутствует. Так, понятно. А насколько вообще реальна перспектива? Перспектива, я уже об этом говорил, что как только украинский вопрос будет решен, Донбасс первым уйдет в состав России. Первым. Как только будет закрыт проект Украины. Мы возвращаемся к началу беседы. Они уходят первыми, они уже готовы, они уже на низком старте. То есть необходимо просто закрыть проект Украины. И Донецк и Луганск мгновенно первые на очереди уходят в состав России. Андрей из Полтавы спрашивает, пропагандистская машина какой страны работает эффективнее, Украина или Россия? Помните старый фильм Брат? В чем сила, Раппиридийская машина работает лучше той страны, на стране, которая правда. Вы думаете, почему ломается так весь тот бред, который несут украинские СМИ? А потому что это ложь. Робин Дронат Абур говорил, что ложь, какой бы она там большой ни была, она со мной не станет правдой. Украина несет полную чушь, ложь, и я даже не знаю, как это называют все остальное. Поэтому с этим очень просто и легко бороться. Просто надо говорить правду, показывать людям правду, рассказывать о правде. И все. Я понимаю, что многим это очень болезненно для многих. Я смотрю на реакцию относительно того, что я говорю, относительно того, что я пишу. у многих действительно истерики по этому поводу. Это называется когнитивный диссонанс. Это когда у человека определенное представление о мире, а тут появляются факты, которые это представление ломают. Это очень болезненно. Но многие просто будут обречены пройти через эту боль когнитивного диссонанса. понятное. Какова вероятность на ваш взгляд военного переворота, учитывая слова Матиуса о том, что Аугуст Пиночет уже стучит в дверь, ищет стадион? Я думаю, вероятность не переворота, я думаю, вероятность хаоса. У украинцев традиционно никогда не было своих вождей. То, что они называли вождями, это были придурки или полугурки, на что неспособные. А вот хаос и анархия на украинской территории очень всегда хорошо получался. Поэтому надо говорить не о перевороте, а о переворотах, причем непрерывных, бессмысленных и беспощадных. Понятно. Дикое поле. Дикое поле. Исходите из ситуации, из традиций, исходите из истории этой территории. Ну, не было там ничего. Вы же посмотрите даже на этих националистов. Ну, это же пародия, это не националисты. Они пытаются изобразить германский нацизм, ну, это же сельская пародия. Но нету объективно условий для возникновения и построения на украинской территории национал-социализма по образцу той же Германии. Ну, нету. Потому что человеческий материал и мой, объективные условия совершенно иные, исторические и материальные условия и культурные, все иное. На этой территории только может быть какое-то такое, знаете, какое-то непрерывное атаманство с грабежами, убийствами и изнасилованием. Ну, под красивыми водами. Что, собственно говоря, мы и видим. Ну да, к этому все идет. Анна из Днепра спрашивает, украинцы это реальная нация или вымышленная? Сейчас, наверное, будет обижаться, услышав то, что вы будете говорить. Не, ну, понимаете, это вопрос не блиц, не с расчетом блиц-ответ. Я об этом не раз писал, я об этом не раз говорил. То есть, я повторю еще раз. То есть, кто-то может себя считать украинцем. Но он с таким же успехом может себя считать гоблином, хоббитом, эльфом, кем угодно. Он имеет на это право. То есть, о чем я говорю? О нашем самосознании. Мы, по своей сути, можем о себе иметь любое представление. Любое. каждый может себя считать кем угодно. Но это субъективно. Это вот я такое. Я так о себе думаю. А есть объективные вещи. Да? Это историческое происхождение. Это язык. Это ментальность. Это культура. Много чего еще. Я основные только перечисляю. Вот из того, что я перечислил, если это брать, это объективные вот эти вещи, да, и смотреть на большую часть населения, процентов 80 населения, это русские люди. Это русские люди. Если вы это все отбрасываете, там получается обезьяна. Но обезьян национальности вообще никакой нет. И есть 20% людей, скажем так, чуждых русским людям. Это галичане. Вот у них история их, судьба их историческая, она была немножко иной, она была отдельной. У них своя ментальность, своя культура, свои ценности, свои герои и так далее. Своё мировоззрение, свой язык. Вот а сейчас, на данный момент, вот эту галичанскую специфику пытаются натянуть на остальные 80% населения, которые к этой специфике галичанской никакого отношения, их пытаются превратить не в украинцев, их пытаются превратить в галичан, под вывеской Украины. Я подчеркиваю, украинцев как таковых, это вот как советский человек. Есть советский человек в природе? Наверное, нету, да? Нету, конечно. Нету такой общности. Она и раньше была достаточно условна, потому что за советским человеком скрывалось очень много очень пестр этнический состав скрывался. А сейчас вообще Советского Союза нет, советской власти нет, и советский человек пропал. Вот то же самое украинец. Украинец это региональная разновидность советского человека. Вот сейчас под видом украинцев, единых украинцев, пытаются на русским навязать вот эту этнокультурную и ментальную специфику горяча. Это странная задача. Странная в том плане, что она ни к чему хорошему не приведет. Невозможно человека переделать, его убить можно, переделать в таком вот радикальном образом, его можно с ума смести, все что угодно можно сделать, но вы не можете его сущность изменить. В принципе, вот если у него родной язык русский, к примеру, он может выучить хоть суахили и будет прекрасно на суахили разговаривать. Но все равно вот здесь все останется в рамках русского языка, мышления, притекающего на русском языке. То есть вот это будет просто пристройка. Дети, которые сейчас перевоспитывают их, они их не перевоспитывают, они просто разрушают сознание. Они не станут украинцами. Они просто это будет просто больные израненные, травмированные русские. Но травмированные русские, сведенные с ума, он не станет украинцем, он не будет галичат. Он будет просто травмированным русским. Вот и все. Вот сейчас пытаются травмировать миллионы людей на Украине. Таким в лучшем случае. И писать, и все. И ненавидеть Россию. И ненавидеть Россию, совершенно верно. То есть у них должны определенно четко быть координаты. Вспомните Адольфа Гитлера, который приезжал в Ставку в Украине, видел этих местных детей, и рассуждал. Они должны уметь выполнять, они должны знать определенный набор слов на немецком, чтобы они понимали хозяев. они должны определенно считать доставки, писать, самые простые операционные вещи делать, но не более того. Вот сейчас Украину опускают на этот уровень, о котором когда-то говорил Гитлер, прогуливаясь у себя в Ставке на Украине. Вот сейчас не Гитлер это делает, но в принципе цель та же самая. Зачем на Украине образование, зачем на Украине наука, кому она нужна? Западу нужна, а зачем? У Запада есть все свое. Зачем ему конкуренты? Зачем ему экономика Украины? Европа обладает гигантской экономической системой, ей рынки сбыта нужны, ей не нужны конкуренты, им не нужны вот эта процветающая экономика Украины, ожиревшее население достатка украинской. Зачем? им нужна дешевая рабочая сила, поляки, да? Они же счастливы от того, что произошло с Украиной, потому что миллионы людей дешевая сила едет к ним, потрачит, потому что поляки не хотят этого делать. Поэтому забудьте про образование, оно и так не особо было хорошим, в основном это все очень условно было, основная система украинского системы образования, она была условная. Детей привозили в сел, дарили кабанчика главе там какого-нибудь вуза, который сейчас академия, а 10 лет назад он ПТУ был. Понимаете? Эти дети как зашли пустыми, так они и вышли пустыми. Но им дали диплом за те бабулеты, которые они заплатили. И они счастливы. Да ты, она же, она же осениту отрымала выше. Ого! А то, что в принципе это как был ноль, так и ноль остался, ну, это все. А сейчас просто уже под корень рубят, ну, зачем она вообще? Для чего это цель? Потому забывайте все, что было. Вот многие просто думают категориями еще советских времен, что у них там есть экономика, что у них есть наука, что у них есть образование, медицина, армия, да, материалы периодически выпускаю, парни меня проклинают. За что проклинают меня? За то, что я показываю объективную реальность им. Друзья мои, не может в нищей стране быть высококлассная армия. это в принципе невозможно, забудьте об этом. Вот ту реальность, которую вы вокруг себя видите, вот это реальность, да, такая же самая и армия украинская, как то, что вы вокруг себя видите. Вот генералы, офицеры, они такие же самые, как депутаты, президенты, все остальные, министры. Вот армия, это слепо с общества. Вот вы видите вот этих дебилов, которые уходят на какие-то мероприятия за три копейки. там родину защищают, а потому что жрать хочется и выпить хочется. А единственный вариант на Украине сейчас в большинстве твоем хочешь какие-то копейки получить, это пойти вот туда, потом, что по-другому называется. Поэтому забудьте об этом, все, уже проехали. Я опять-таки я не злорадствую, я просто констатирую факты, реальность. Я вам говорю, что вот это как Украина уходит в другом направлении. Вот возьмите газ. Что такое газ? Это признак цивилизации. Это энергоноситель. Он необходим для экономики, он необходим для социальной сферы, для инфраструктуры. Вот Украина этого энергоносителя, она в ближайшие годы, она лишится. Все уже. всего, что связано с газом тоже. Я поняла вашу. А с газом уходит все, что от него зависит. Украина семимильными шагами двигается до индустриальную и до цивилизационную эпоху. Кизиками надо теперь запасаться, соломой и дровами. Потому что все уже выпадает территория из рамок цивилизации. Спрашивают здесь, когда будет ваш новый материал на ютубе? Давно не было. Я надеюсь на следующей неделе. Отлично. С политиком какого режима вы бы сели за один столб обед ужин? Киевский. политиком режима не совсем полный вопрос. С каким политиком киевского режима вы бы сели за один столб? поужинать. Поужинать? Не знаю, я может быть в прокуратуру бы зашел на допрос посмотреть. С кем там ужинать? Вы же понимаете, там же клиника. Ну то есть вообще нету политиков нет. А политиков нет. Это я сейчас просто себя сдерживаю от формулировок очень резких. Это дебилы и извращенцы. То есть какие там политики? Вы о чем говорите вообще? Либо просто в лучшем случае это какой-то хлопчик с села, который еще не успел окончательно испортиться. хотя посмотрите как казак Данилюк кстати затронули политиков. Вот он казак Данилюк это идеальный пример того как можно взять и вынуть из говна обыкнового парисичного украинца из навоза уточняю из навоза. Как его можно превратить в абсолютное непотребство? Вот это страшно. Я наблюдал за этим его развитием его личностным это страшно. Это просто это насколько система перемалывает и превращает вот это поэтому это странный вопрос для меня. Мураев, Вилкул вы к ним и ваши отношения? Кому? Мураев, Вилкул, Бойко, Новинский это тоже все туда же? Ну вы понимаете если мы начнем выстраивать рейтинг допустим от Порошенко до Новинского Вилкула ну наверное да если сравнивать с Порошенко то наверное Вилкул будет достаточно порядочным и хорошим разумным человеком но это не значит что это политик да ну в принципе конечно истинно познается в сравнении Вилкул и к примеру Луценко генпрокурор это земля совершенно верно но это не делает Вилкула не поднимает на уровень политиков кроме для меня то есть тут как бы опять вопрос за кого вы будете голосовать ни за кого не буду голосовать в принципе и вам не советую потому что это тупиковый вариант еще раз повторяю выбора в этой стране ничего не решают никогда не решали не решат ничего понятно ну и заключительный вопрос на сегодня как вы считаете это вопрос из чата тоже минские соглашения это реальность или необходимо перенастраивать ситуацию и как вы видите процесс переговоров если он вообще нужен как с украинской стороной нужно ли договариваться о минских соглашениях я написал статью буквально там через неделю после минских этих соглашений я не написал что это пустышка это пустышка которая ничего никогда не решит то есть это просто возможность передышки возможность остановить кровопролитие набраться сил то есть это это путь никуда это я писал на Реан новости Украина я так понимаю не знаю сработает или не работает закрытый вот я написал когда он еще работал вот я написал что это путь никуда это просто ну это игра это какие-то тактические маневры но это не решение проблемы и с нынешним режимом политическим на Украине договориться невозможно их там можно только перестрелять других вариантов нет кто-то думает их переголосовать это тоже ничего не изменит не переголосуйте вы их я вообще сомневаюсь что если дойдет до выборов то выборы состоятся потому что люди очень привыкли решать все силой понятно ну что Андрей спасибо вам огромное на большое количество вопросов как обычно ответили очень глубоко всегда с вами интересно вот и да именно вы болели сегодня скажите про футбол я кстати у меня первая мысль хотела про футбол ну вот так вот сходу про украинские проблемы да я хочу всех поздравить сегодняшний конечно фееричный день потому что победа над испанцами это конечно просто здесь когда гол забили эхом разнесло коллективный вопль вырвавшись из домов накрыл город я думаю что не только город а всю страну я думаю не только Россию я думаю что на Украине многие болели за Россию все-таки нормальных людей не торкнутых под этим безумием украинским я думаю что их все-таки большинство на Украине просто ситуация уже такова что они уже ничего не могут к сожалению поэтому еще раз всех повторяю я не знаю вы знаете я просто даже не ожидал я даже не рассчитывал что наша сборная сможет чего-то добиться даже а тут ну думаю панцы блин ну слишком тяжело вряд ли что-то получится как бы я даже а тут опа-на тут многие стали болельщиками даже я я ничего не понимаю но я повизгивала вместе с ним я сегодня просто там Ростислава Ищенко звоню говорю поздравляю поздравляю он с чем говорит да вот испанцев же разгромили он говорит а да-да-да-да у меня супруга говорит никогда не замечалась на ней болельщица что она любит футбол но сегодня говорит невозможно оторвать от телевизора я так понимаю что до конца до 15-го числа в принципе все в России будут болельщиками не только болельщиками не только в России как у вас там Питер вообще вы видите я вот хотела извините что мы хотели с вами уже попрощаться да но у меня вот этот вопрос раз уж мы коснулись коротко вы сможете ответить почему-то сейчас вот вы видите громадное количество роликов где у всех иностранцев у всех болельщиков спрашивают что как вы относитесь там к России и так далее ну естественно никто не скажет плохо потому что реально хорошо но меня возмущает вопрос не вопрос а ответ иностранцев которые удивляются что а почему так мало знают английский язык а почему мы должны знать его все Португалия Испания Италия они вообще англичан не любят и не говорят по-английски почему они у нас здесь удивляются вы знаете для меня в принципе ну это такое это мелочи для меня допустим чемпионат мира в этом году он имеет немножко иное значение в том плане что чем он в принципе важен для всех нас и для России в том числе прежде всего для России и для россиян тем что сюда приехало более двух миллионов иностранцев и они воочию увидели российскую реальность они воочию увидели россиян и произошел разрыв шаблонов причем такой колоссальный разрыв шаблонов они увидели совершенно иную страну чем ту которую им рисовали СМИ запада пропагандистская машина с запада то есть по большому счету сейчас мы одним махом в течение месяца срубили то что западные СМИ западная система пропаганды выстраивала в течение долгих десятилетий потому что эти миллионы людей поедут домой и они будут рассказывать о другой России о той России которую они никогда не видели о той России о которой им всегда писали ложь Россию о которой рассказывали ложь вот сейчас по большому счету чемпионат мира для меня лично имеет значение даже не в плане футбола не в плане зрелища и эмоций хотя это тоже есть а в плане того что мы сейчас провели мощнейшую мощнейшее мероприятие сломав по большому счету вот это наследие пропагандистской системы западной я думаю что именно поэтому и пытались некоторые хотели сорвать проведение чемпионата мира а люди приехали и увидели совершенно иную Россию и они офигели потому что действительно ну это другая страна это не то что не те картинки которые им показывают в Питере хорошо в Питере хорошо вы знаете последние недели была жара очень сильно мне напоминало Киев коренные питерцы они конечно страдают им было что-то такое с дождичком что-нибудь такое прохладненькое а мне как южанину скажем так в этом плане ну пару недель было я так еще думаю как в Киеве в принципе конечно настроение у людей очень хорошее чемпионат еще одна победа понимаете тут тоже смотришь вот я смотрю на чемпионат я в принципе не комментирую я не небольшой любитель футбола честно я признаюсь вот но в данном случае меня интересно то что чемпионат мира на территории России полностью перевернул все устои футбола и те которые были наверху рухнули вниз а те которые были всегда внизу начали подниматься вверх наверное это природа России и допустим сегодня я опять таки может немножко эйфория сейчас еще не прошла но мне кажется что это тоже как вот один из признаков того что ну мы мир идет в эпоху России с нами Бог вот у меня сегодня был абсолютно и вместо запада восход России вот у меня такое вот ощущение которое я уже не первый год ношу там глубоко в себе а вот футбол вот пожалуйста наглядный пример да страна которая никогда не поднималась вот хопа вообще что-то фантастическое проявилось еще там я не знаю что загадывать Россия еще и победит нечестно говоря да даже сегодня разгромили испанцев а представляете еще победит Россия не представляю я сегодня просто как бы ну а ведь то что сейчас происходит с футболом происходит с российской экономикой происходит с российским обществом с российским государством просто немногие это видят российской армии в том числе идет подъем идет набирание сил поэтому вот то что мы сейчас видим футбол неожиданность да то по большому счету вся Россия стала какой-то неожиданностью сплошной поэтому сегодня у меня очень приятное хорошее настроение как раз хотя опять-таки я небольшой любитель футбола вот но в эти дни все граждане России я думаю не только России они не могут не быть болельщиками да тем более такую красоту увидели хорошо спасибо хорошо что мы с вами закончили на позитивной ноте спасибо вам большое вам спасибо за то что вы приходите находите время с нами поговорить и до встречи да хорошо до свидания до свидания